13.06 в Кирове. Начинается программа интервью. Микрофона сегодня работает Светлана Занько, а со мной в студии находится Михаил Некрасов, генеральный директор компании «Нанолек». Михаил Сергеевич, добрый день. Добрый день. Давно мы с вами не встречались, с весны, пожалуй, и много изменений, много новостей в компании появилось за это время. Прежде всего, мне бы хотелось, чтобы мы с вами прошлись по двум важным блокам в развитии вашей компании, потому что 2017 год явился завершающим на этапе реализации программы локализации производства импортозамещающих лекарств. Попросту говоря, выпуска лекарств, за которых был прекращен или прекращался в это время в России, и необходимо было заменить или производить адекватные. Насколько успешно прошел этот этап? Сумели ли вы реализовать все задуманные вами шаги? Да, конечно. Нам многое удалось сделать в 2017 году, и вот уже, в принципе, можно сказать, заканчиваться в 2018-е. И в этом случае можно подвести уже итоги, которые говорят о том, что мы успешно локализовали и осуществили розлив инактивированной полимилитной вакцины, что было очень важно и для нашего рынка, и для календаря национальных профилактических прививок. В этом случае это большая заслуга нашего коллектива. Также мы продолжили работу по трансферу технологий пятикомпонентной вакцины, которую мы делаем с компанией Sanofi. И в этом случае уже в следующем году мы должны приступить к стерильному розливу этой вакцины на нашем предприятии. И вот на это ушло практически 4 года. Также мы по полному циклу освоили производство твердых лекарственных форм. Мы работаем с Sanofi, и мы об этих препаратах говорили. Это глюкофаж и конкор. И здесь к концу 2017 года мы практически завершили этот процесс. И в 2018 году уже нарастили мощности. И где-то в конце года к нам приезжает Sanofi, и мы проведем большое совещание, подведение некого итога уже производства твердых лекарственных форм по полному циклу. А что касается конкора, ну вот это будущее следующего года. И я думаю, что мы полный цикл освоим так же уже успешно, как это получилось с глюкофажем. Импортозамещение очень важная государственная задача. Но мы вот с вами до эфира успели немного пообщаться. И несмотря на всю ее важность и масштабность, все-таки стратегия компании в ее развитии предусматривает выпуск наукоемких продуктов в собственной разработке. Что это значит для компании? Да, я уже говорил о том, что наша компания не только производственна, а мы также занимаемся собственными разработками. Потому что успех любой компании, он складывается как раз больше из собственных разработок и производства тех препаратов, которые организация, завод производит, разрабатывает и производит. Потому что за этими препаратами, собственно говоря, будущее любой компании, потому что она может с этим препаратом не просто обеспечить внутренний рынок, но и выйти на другие рынки. Если вы занимаетесь трансформом технологий, то это позволяет только насыщать местный локальный рынок. Потому что препарат, естественно, принадлежит какой-то компании, и она в других странах сама обеспечивает производство и реализацию этого продукта. Когда этот продукт принадлежит полностью вам, то есть он разработан вами, он запатентован, если это необходимо, то в этом случае как раз перспектива продвижения этих препаратов и на других рынках, но в других странах. И в этом случае не могу, вот всегда, собственно говоря, привожу этот пример, что есть в нашей Российской Федерации уже успешная компания, которая не только продает свои препараты на российском рынке, но и успешно продвигается вперед. О чем, собственно говоря, подготовка программы, новой программы уже ФЦП, Фарма 2030, которая настраивает всех производителей лекарственных препаратов на экспорт собственной продукции, ну и в большей степени это касается биотехнологических продуктов, потому что программа 2020 как раз была направлена на то, чтобы обеспечить и полностью закрыть наш рынок в основном твердых лекарственных препаратах, чтобы все вот эти препараты, которые входят в список ЖНЛВЛП, они должны произвести на территории Российской Федерации. Эта задача полностью практически сегодня решена. Жизненно необходимых лекарственных препаратов. Которая входит в список. Мы знаем, что вот это тот список, который Министерство промышленности и торговли сделало все необходимое для того, чтобы производить эти препараты на территории Российской Федерации. То есть мы можем сказать, что на данный момент уже с уверенностью можно заявлять о том, что все лекарства, которые входят в список жизненно необходимых лекарственных препаратах на территории Российской Федерации будут производиться к 2020 году. Да, конечно, однозначно. Уверенность полная здесь? Да, полная уверенность. Сейчас ставится новая задача. Это больше касается препаратов иммунно-биологического ряда, а тех препаратов, которые входят в национальный календарь профилактических превьюок. К сожалению, мы на сегодняшний день не можем сказать, что полностью этот календарь закрывается российскими вакцинами. По разным оценкам, 70% сегодня это российский продукт, но 30% мы еще экспортируем. В частности, наша компания локализовала два продукта, о чем я говорил, которые позволяют их производить на территории Российской Федерации как готовую форму. Но производство антигенов сегодня пока нам поставляют наши зарубежные партнеры. Закупаем за рубежом, разливаем здесь? Да. Условно говоря, да. Но мы не просто разливаем, взять антигены и разлить, это не процесс. Вы берете антиген, это как сырье, а вот производство самой вакцины сложный, достаточно технологично сложный процесс, и его вот в Санофиме осваивали 4 года, по полимелитной инактивированной вакцине чуть побыстрее, но тем не менее, все равно вот мы производители вакцины уже. Это не просто розлив, чтобы вот так вот уточнить. Мы с вами рассказывали как-то, Михаил Сергеевич, насколько бывает сложно и локализовать даже лекарства в другом государстве, потому что нужно проходить долгие процессы регистрации, долгий процесс каких-то других бюрократических процедур, которые в самой Российской Федерации существуют. То есть может препарат существовать и 10, и 20 лет за рубежом, но он не появится завтра в России. Это длинный путь, да. Занимает до 7 лет, если мне память не изменяет, вы говорили. А вот производство собственных препаратов, которым вы сейчас приступаете, к разработке собственных препаратов, это перспектива скольки лет? Это лет 15. Это вот если вы от идеи, от производства какого-либо препарата, выбора молекулы, ее испытания. И в этом случае, конечно, процесс очень большой. Поэтому мы взяли, вернее, стратегии компании, что да, то, что можно сегодня насытить рынок быстро и эффективно, быстро тоже условно, да, там 5-7 лет, чтобы локализовать. Но, тем не менее, это будет все равно быстрее. Мы насытим рынок, а затем уже подойдут и наши разработки. В этом случае вот стратегия компании, как на сегодня показывает, что выбрана правильно. Это стратегия не 2018-2022, а еще более длинная стратегия по разработке лекарств. Мы об этом еще поговорим. А вот сейчас хотелось бы обратить внимание на сообщение, которое распространило ТАСС в конце сентября. Это сообщение касалось выпуска генноинженерной вакцины от гриппа. Расскажите, пожалуйста, поподробнее, потому что мы каждый год проводим привычную кампанию в Российской Федерации вакцинами от гриппа. И каждый раз у населения возникает масса вопросов по вакцинам, которые поступают. Каждый раз возникают опасения, насколько будут осложнения после этой вакцины. А против какого гриппа эта вакцина? А всем ли она подходит, вакцина? Что насчет аллергиков и так далее? Ваша вакцина, которую вы будете производить, что она из себя представляет? Сегодня технология производства всех гриппозных вакцин, это сезонный грипп, она основана на куриных эмбрионах. Об этом все знают, много об этом говорим. Эта технология, она себя оправдала. Она с точки зрения экономики намного эффективнее. Если говорить о количестве и необходимого производства этого гриппа, хочу опять же сказать, что прививки от гриппа нужно делать, как врач считаю, потому что действительно это позволяет избежать заболеваний гриппов сезонной эпидемией. Но, тем не менее, мы взяли для себя такую задачу создать новую технологию производства гриппа. И на самом деле мы видим, что рекомендации ВОЗ основаны на том, чтобы переходить на четырехвалентную. Сейчас трехвалентная. Ну и активно использовать в том числе и клеточные технологии. Клеточные технологии, они позволяют производить грипп уже без... Все равно какое-то количество белка куриного в вакцине присутствует. Ну и много аллергических на самом деле реакций. Если аллергия, это все-таки бич нашего времени. И в этом случае нужно это все учитывать. Если вдруг коснется, что вот сам это страшно, это же моногрипп. То есть это или птичь, или свиной. И мы видим, что вот если аффективно не бороться, то в этом случае мы можем эту пандемию получить. Когда огромное количество людей может одномоментно заразиться. И вот в этом случае технология куриных эмбрионов не сработает. Не на чем будет наработать эту вакцину. В этом случае очень важно иметь действительно альтернативную технологию производства этого гриппа. Потому что вопрос пандемии, которую мы помним, эпидемии, которая унесла 20 миллионов или 30 миллионов, это так называемая испанка. В этом случае нужно быстро наработать огромное количество этой вакцины. И как раз новая технология клеточная, она как раз позволяет намного быстрее сработать и наработать эту вакцину. А ведь нужно прививать даже не десятки миллионов, нужно прививать год сотни миллионов людей. Ну да, население страны огромное. И я так понимаю, в ваших планах, если мы сложим 2,2, что вы говорили, не только население Российской Федерации. Мы прерываем сейчас на полминуты. И надо будет пояснить нашим слушателям, что такое двухвалентная, трехвалентная вакцина. Хорошо. Продолжаем разговор. В нашей студии сегодня мы говорим о прививках, мы говорим о развитии компании «Нанолек». И у нас в гостях генеральный директор компании «Нанолек». Мы говорим с Михаилом Некрасовым о вакцине против гриппа, которую компания будет производить в ближайшее время. Это очень важный момент, который касается новой вакцины. Вакцина будет низко аллергенная. И еще раз, когда задают родители вопрос, прививать или не прививать ребенка против гриппа и других каких-то заболеваний, я тоже стою на той позиции, что прививать нужно. Однако каждый раз мы здесь в редакции сталкиваемся с кучей звонков от родителей, которые говорят, вот нынче привили детей от гриппа, а они тут все болели, и сами мы тоже болеем. Вы можете сказать, как врач, Михаил Сергеевич, почему такое может случаться? Ну, трудно объяснить ситуацию. Если это реакция на саму инъекцию гриппа какая-то, то это, в принципе, возможно, легкая форма. Если это после прививки человек через какой-то период времени, в сезон эпидемии, заболевает, это уже говорится о низком качестве той вакцины, которую прививает. По статистике, если человек привит от гриппа, то он не должен заболеть. Я не знаю уж, какой случай может быть действительно ослабление организма в этот период, в сезон эпидемии гриппа. Ну, вот я-то говорю о том, что клеточная технология — это новый порядок, это вакцина будущего. То есть в этом случае таких технологий в мире не так много. То есть их есть, вот я знаю точно, там 3-4, которые позволяют производить уже сегодня грипп на новых технологиях. И когда я говорил, что трехвалентная, четырехвалентная, то в этом случае я говорил о том, что вот, к сожалению, штаммы, которые приходят к нам ежегодно, они мутируют. И в этом случае мы можем, ну и ВОЗ может на самом деле ошибиться, и человек может привит от совершенно других штаммов, и поэтому расширяют. То есть если мы 3, это как бы что появится какой-то штамм, который мы не учли, да, патогенный, то человек заболеет. Если вот уже 4, это уже больше как бы шансов того, что мы и ВОЗ, собственно говоря, правильно определяют, только ли тот грипп, который в этом сезоне придет, потому что это нужно где-то прогнозировать. Есть ведь волны, да? Да, есть достаточно уже четкий прогноз. Он, на самом деле, ВОЗ давно уже практически попадает, иногда не попадает, но больше всего попадает в те штаммы, которые действительно должны прийти, потому что вакцину это надо наработать. Человека нужно привить не тогда, когда уже идет эпидемия, да, а до этого защитить человека. Поэтому вот четырехвалентные штаммы, они, конечно, позволяют как бы больше защитить нас от вот этой болезни. Вы сказали, что всего несколько производителей обладают технологией на клеточном уровне производить эту вакцину, правильно я выразилась, на клеточном уровне. Эти компании находятся в Российской Федерации или это иностранные компании? Нет, это, конечно, иностранная компания, я не буду их называть, но я только скажу одно, что производство вакцины гриппа на культуре клеток, конечно, на сегодняшний день экономически менее привлекательна, но, тем не менее, она более эффективна. И если, ну, каждое государство, которое заботится о том, чтобы действительно предупредить, там, эпидемию, предупредить, там, не дай бог, пандемию, то, конечно, должно обладать этой технологией. И какое-то количество гриппа по этой технологии, вакцины гриппа, должно производиться, пусть не 100%, потому что понятно, что на куриных эмбрионах эта технология уже отработанная, она экономически выгодна любому государству, но если вот произойдет то, что я говорил, да, что или птичий грипп, там, или еще что-то, то по этой технологии вакцину невозможно будет наработать, тогда уже вопрос денег, знаете, это второй. Нужно защитить население от вот этого коварного врага, который ежегодно к нам приходит. Вакцину вы планируете выпустить к 2021 году? Да. И, собственно говоря, по рукам ударили, подписали все документы с Минпромторгом вот буквально совсем недавно. Да. И благодаря, в том числе, вашим беспримерным усилиям по организации и регистрации биотехнологического кластера в Кировской области. Ну, не только нашим, а здесь при поддержке правительства Кировской области. Да. А при инициативе всех наших биотехнологических предприятий, которые находятся в этом регионе, был создан биотехнологический кластер Кировской области. Вот. И в рамках этого кластера мы защитили проект по масштабированию вакцины гриппа, уже отработке промышленной технологии производства по этой технологии гриппа и получили субсидии от государства, от Минпромторга в частности. Это очень важно отметить, потому что мы очень долго, несколько лет говорили об организации такого кластера и возникали вопросы, зачем, собственно говоря, он нужен. Вот за этим, вот без регистрации такого кластера, да, субсидии от Минпромторга получить было невозможно. Да, потому что кластер, промышленные кластеры, они регулируют свою деятельность в рамках постановления правительства 7.7.9, где определены все параметры развития этих кластеров. И мало там определены, там выделены средства уже, которые в бюджете и которые как раз идут на развитие промышленных кластеров. Все предприятия, которые хотят защитить свой проект, они, естественно, должны быть в первую очередь состоять в кластере. И этот кластер должен быть зарегистрирован в Минпромторге. Вот такая технология, она, собственно говоря, и определяет, получите вы эти субсидии или не получите. Но они здесь четко расписаны в рамках этого постановления. А гарантируют ли вот такие взаимоотношения с федеральными ведомствами дальнейшие государственные заказы на вакцины? Ну, если по моим подсчетам и статистике, которая была опубликована в прошлом году по вакцине гриппа, было привито около 65 миллионов человек. Это большое количество. То есть в этом случае я считаю, что, с одной стороны, правильное направление государства, которое обеспечивает практически повсеместную вакцинацию. По почти половине населения. Да, по нашему населению. То, ну, как бы здесь разработка новых технологий, она тоже позволяет уже приближаться к той цели с точки зрения защиты населения и производства вакцин. Вы сами говорите, вот были случаи там заболевания. Ну, нужно действительно внедрять новые технологии, которые более эффективны, которые помогают нам бороться с этой болезнью, скажем, уже на основе научных разработок, более современных, более передовых и высокотехнологических. 330 миллионов инвестиций, которые закладываются в проект, на что пойдут? Ну, они как раз пойдут на того, чтобы вот эту нашу разработку вывести на коммерческий рынок. То есть это уже речь идет не просто там как таковой разработке, да, передовой технологии, да, все хорошо, но процесс от разработки до введения до коммерческого рынка – это еще очень большой процесс. Михаил Некрасов, генеральный директор компании «Нанолек» у нас в гостях. Какими силами вы будете разрабатывать все новые лекарства, которые «Нанолек» сейчас планирует разработать и производить? Где научная база находится, да, прежде всего, раз разработка? Ну, мы ведь уже активно принимали участие в разработке лекарственных препаратов в рамках программы 2020, да, и у нас было восемь контрактов с Минпромторгом. Девятый был по вакцине гриппа, который мы вот практически с ноля от идеи разработали и уже приближаемся к выведению их на рынок, да. То есть это мы делали с помощью и при поддержке научных институтов, которые есть в Российской Федерации, и, скажем, такой большой проект, как вакцины гриппа, ну, сделать без базы, без оснащения невозможно. Вот. Сейчас мы приступили, поскольку мы прошли период, мы выходим на самоокупаемость, сейчас мы можем себе позволить собственное R&D полномасштабное, мы взяли уже специалистов, которые знают, как это делать, и мы приступили к формированию собственного R&D, то есть собственного подразделения, которое будет непосредственно уже при нашем участии, при нашем финансировании разрабатывать эти препараты внутри самой компании. Конечно, не исключаем, что мы будем приблигать к аутсорсингу, мы его так называем, да, когда будут задействованы другие научные учреждения Российской Федерации, потому что вот в такой кооперации мы надеемся, что нам удастся не только создать вакцину гриппа, современную, да, культуральную, но и другие препараты, но особенно в онкологии. Команда ученых будет находиться в Кировской области или она где-то в другом? Ну вот смотрите, мы, а ведь кластер, он еще не только вот создан был для того, чтобы в Минпромторге зарегистрироваться и получать субсидии. В него входят, скажем, ВИАДГУ и Медицинский университет, где тоже есть своя база, где есть научные темы, которыми они занимаются. И в этом случае вот в такой кооперации мы предполагаем, что кластер, он у нас будет развиваться, и, собственно говоря, от молекулы, то есть от идеи, да, до создания новой лекарственной формы мы будем производить на территории Кировской области, потому что здесь можно потом и провести и доклинику, и клинику, и для этого мы все делаем. А мощности технических, которыми сейчас обладает компания «Нанолек» вот здесь, в Кировской области, в Левенцах, достаточно для того, чтобы любые лекарства выпускать? Я просто не знаю, насколько требуются новые корпуса, еще больше специалистов. Я вам скажу, что мы ведь давно уже говорим о том, чтобы создавать и разрабатывать собственные лекарственные препараты, нужна очень мощная база, и нужны оборудования, которые некоторые единицы строят, стоят несколько миллионов, евро или долларов, да. И опять же, возвращаемся к промышленному кластеру, да, вот объединение вот этих предприятий, да, и возможность привлечения федерального финансирования для создания такой исследовательской базы, они есть, эти источники. И мы делаем, одна из задач, сделать такой пользовательский центр, когда мы соберем все, сконцентрируем все финансовые ресурсы и сделаем один какой-то пользовательский центр, где может заниматься Нанолек собственными разработками, Авару собственными разработками, Росплазма, которая действительно здесь сегодня уже начинает, в общем-то, свою деятельность. То вот в едином таком пользовательском центре мы можем сконцентрировать ту базу, которая нам поможет, в принципе, пользоваться и разрабатывать лекарственные препараты. Михаил Некрасов, генеральный директор компании Нанолек, у нас в студии. Прервемся на полторы минуты и продолжим разговор с нашим гостем. Продолжаем разговор с Михаилом Некрасовым, генеральным директором компании Нанолек. У микрофона работает Светлана Занько. И вот мы выходим с уровня задач, которые стоят перед одним предприятием, к уровню более широким. Я думаю, что и депутатская деятельность у вас с этим связана. Надо сказать, что Михаил Сергеевич депутат областного законодательного собрания. И предприятие Нанолек не просто развивает свое производство, но и развивает территорию, на которой локализовано это производство. Это Левинцы, поселок Левинцы, да? Или деревня? Поселок Левинцы. Оречского района. Поселок городского типа. Поселок городского типа. Мы там были, надо сказать. Этим летом я там была впервые с нашими детьми, с нашими ведущими программы «Открывашка». И я вам скажу вот что. Устами младенца глаголит истина, что называется. Во-первых, они были прям действительно шокированы тем, насколько чистая, красивая территория вокруг завода. Они говорили, почему у нас в городе не так? Прямо так. А внутри завода настолько легкая, приятная атмосфера, что вот ребята прямо остановились, говорили, как легко тут дышится, как нам тут нравится. А кто здесь работает, заинтересовались. Они еще не видя, как упаковываются лекарства, не видя всех вот этих машин каких-то. Просто от самой атмосферы, чистоты и красоты, которая вокруг. Так вот, по поводу того, а как развивается территория, и зачем вы стали депутатом? Расскажите, пожалуйста. Да, конечно, вот наше предприятие располагается действительно в Ореченском районе. Это 40 километров от Кировской области. От города Кирова. От Кирова, да. Мы эту площадку выбрали не случайно. Действительно, все-таки для меня было очень важно, чтобы территория, которая нас окружает, действительно, люди проводят на своей работе треть своей жизни. И чтобы вот атмосфера, в которой работают, где находятся предприятия, она соответствовала и создавала определенный настрой на работу. Наши сотрудники, вот я приехал однажды, как раз объединенный перерыв, была хорошая погода, и наши сотрудники у нас, круговая такая дорожка вокруг нашего предприятия, они с удовольствием по ней гуляют, и вокруг лес. Сейчас действительно особенно красиво осень. Вот это действительно и то, что чистое, и красивое, и то, что помещение соответствующее, соответствующее, действительно, оно соответствует тем нормам, которые необходимы для производства лекарственных препаратов. Но все равно сама культура производства, она, конечно, много мучает. Это правильно, вот дети подмечают. Это вот то современное предприятие, которое, может быть, я не скажу, что будущего, да, но именно так должны, скорее всего, выглядеть все предприятия, окружающие нас. И тогда вот о том, о чем говорили, качество жизни. Ведь человек работает не ради работы, да, еще и качество жизни, которое у него есть, да, оно повышалось. И мы вот развивая эту территорию, на меня иногда действительно так с удивлением смотрят, как, что здесь вы можете создать город солнца. Я говорю, нет, вот есть программы федерального значения, там, моногорода, развитие моногородов, развитие территории, опережающего развития. Это все про нас. И тот же промышленный классик, который мы создали, и мы там хотим создать пользовательские центры, насыщенные самым последним оборудованием, скажем, лабораторного типа и опытно-производственного, который позволяет разрабатывать лекарственные препараты. Ну, а здесь инфраструктура. Вот скажите, по программе моногородов 90% может федеральный центр компенсировать на развитие инфраструктуры. А что такое инфраструктура? Это и торговые комплексы, это и развлекательные комплексы, это и спортивные сооружения, это и коттеджные поселы, которые мы планируем там развивать. И действительно, мы сейчас возим из Кирова очень достаточно много своих сотрудников. Так они могут проживать, в принципе, недалеко от предприятия. И я думаю, что это тоже тот плюс, который мы преследуем в развитии этой территории. Вы понимаете, статус депутата законодательного собрания, он все-таки предусмотрен на то, чтобы развивать территорию. У меня входят три района, это Арбашский, Верхошижимский и Оречевский. Действительно, мы уже вот одну территорию развиваем очень мощно. И это только начало. Вот вся площадка Киров-200, где раньше располагался военный институт микобиологии, сейчас она, в принципе, решены все вопросы земельного плана. Она из Минобороны передана в область. И мы ее рассматриваем как перспективную для дальнейшего развития нашего предприятия. Вот о том, о чем говорили. Препараты нужно делать, особенно иммунобиологические, производство антигенов на территории Российской Федерации. Как раз эту площадку мы рассматриваем как дальнейшее развитие нашего предприятия, производство вакцин по полному циклу. То есть производство самих антигенов и производство самой вакцины. И для этого нам нужна территория. Вот эту территорию как раз мы рассматриваем ее для своего развития. Взаимодействие о власти и бизнесе должно быть продуктивным. И бизнес понимает проблемы друг друга, они их более эффективно решают. И мы не можем уже себе позволить опосредованно относиться к тем проблемам, которые существуют в регионе. Мы ими должны интересоваться. И для нас это очень важно, потому что я говорю, что создавать условия для проживания населения, улучшать их, как мы уже говорили сегодня, качество жизни, это наша задача. И вот в этом случае, являясь депутатом законодательного собрания, я предполагаю и надеюсь, что мне это поможет более эффективно и быстро решать те проблемы, которые возникают на этой территории. Здесь мы говорим не просто о социальной ответственности бизнеса, мы действительно говорим о стандартах передовых компаний, которые понимают, что чтобы твои коллеги, твои работники выдавали необходимый продукт, уровень этого продукта и являлись такими же двигателями развития предприятия, как ты сам, если ты руководитель, то они должны радоваться буквально каждому дню. Они должны радоваться у себя дома в квартире, выйдя на улицу, отдавая своего ребенка в достойный детский садик, зная, что после работы ты можешь провести время в комфортных условиях. И мы это очень хорошо видим по некоторым отдельным предприятиям и кластерам в Российской Федерации, куда еще раньше пришли большие федеральные деньги, там были большие программы государственные. Мы это очень хорошо видим на примере иностранных компаний и не очень хорошо пока видим в Кировской области. Возможно, это одна из первых ласточек, и тогда в Левенцах действительно могут поселяться и могут развивать территорию не только руководители компании «Нанолек», но и их наемные сотрудники, потому что если мы будем, как вы говорите, вы будете приглашать высококвалифицированных и уникальных, может быть, ученых, то они будут требовать соответствующие условия для проживания. Конечно, конечно. Это однозначно. То есть в этом случае я говорю, что все быстро и завтра не получится сразу поднять качество жизни нашего населения. Но важно задать себе цель. И мы эту цель себе задали. И мы к этой цели движемся. Понятно, что пройдут годы, но я думаю, что вот наше предприятие, которое по объемам производства своей продукции, я думаю, что значимое для Кировского региона, и ведь эти деньги, это налоги. Эти деньги пойдут опять же на развитие этой территории. То есть в этом случае вот Левинцы, вот как мы назвали поселок или поселок городского типа, на сегодняшний день они из децентральных превратились уже как поселок от наших налогов в территорию, которая уже сама себя обеспечивает. Также я думаю, что очередь затем за Оречевским районом. Ну и надеемся, что при тех задачах, которые мы поставили себе, и мы их выполним, и своими именно выйдем на те мощности, которые для себя уже поставили, то это налоги. И в этом случае опять же выигрывает население Кировского региона в целом. Вот это функция градообразующего предприятия. При высокоэффективном градообразующем предприятии весь район, который ему принадлежит, развивается тоже высокоэффективно. Мы с вами уже, кстати говоря, здесь затронули и урбанистическую тему, и мы с вами не раз об этом говорили, и надо друг друга поздравить, что в Кировской области на следующей неделе пройдет первый урбанистический форум в Кирове 23-24 числа. Мы с Михаилом Сергеевичем обсуждали много разных проектов в течение этих нескольких лет. Где-то мечтали, где-то расстраивались, что что-то не получается, как с проектами 30 скверов, которые медленно движутся, но все-таки. И я, кстати, хочу вам сказать, Михаил Сергеевич, может, и хорошо, что медленно, потому что вот те стандарты, которые мы с вами обсуждаем, лучше задавать сразу на высоком уровне. Вот то, что вы сегодня рассказывали, это высокий современный уровень стандартов. Мы к этому стремимся. Когда появляется в регионе предприятие, которое задает этот уровень, это всегда заставляет другие предприятия к этому уровню так или иначе тоже стремиться. Потому что человек будет делать выбор в сторону высоких уровней и высоких стандартов. Так же, как и со строительными компаниями в регионе появилась одна строительная компания, которая задала высокий уровень. Не хочешь, не хочешь, все остальные спустя, пускай, пять лет, но были вынуждены к этому стремиться. Поэтому я с большим удовольствием приглашаю вас на этот урбанистический форум. Я знаю, что вы лицо очень заинтересованное во всех таких проектах. 23 и 24 числа я надеюсь, что Нанолек сможет принять участие в дискуссии, потому что там будет много панальных дискуссий, посвященных как раз развитию региона и моногородов в том числе. Я там целый день буду посвящен моногородам с точки зрения урбанистики, комфортных условий проживания и работы для людей, которые находятся на территории. Благодарю вас за эту прекрасную, высокостандартную позицию, в том числе и гражданскую позицию. Спасибо, Михаил. А вам большое спасибо за приглашение. Конечно, обязательно буду. Михаил Некрасов, генеральный директор компании Нанолек. Наша программа подошла к концу. Микрофон наработала Светлана Занько. Всем хорошего дня. Светлана Занько.